Если женщина хочет изменить своего мужа, то делать это нужно всего в нескольких моментах жизни. Это можно делать сразу после еды, когда вы вкусно его накормили. Он по-доброму смотрит на вас, и надо очень мягко, по-доброму, позитивном ключе что-то ему сказать. И когда вы скажете 50-60 раз, он вас услышит. Ну то есть настроитесь на то, что вы будете иногда это говорить. В нужный момент. Если это будет по-доброму после еды, мужчина не будет обижаться. Если вы его накормили, он как бы счастье испытывает, он может от вас переварить все, что хочешь, любую информацию. Но вы должны знать, быть уверены, что вы это делаете именно когда он на вас реагирует. Потому что у мужчины всегда после еды раз, перед сном два, когда он играется с детьми три. Вот три варианта, когда мужчине можно что-то сказать, и он услышит. Потому что в остальных случаях мужчина занят своими делами. Ну допустим, вы, допустим, такой пример. Ну допустим, мужчина чем-то занимается. В это время у него сознание сфокусировано в одном направлении, и все остальное для него имеет просто такой вспомогательный характер в жизни. Вот допустим, вы мужу говорите, мой дорогой, он чем-то занят, вы говорите, мой дорогой, я чуть-чуть поцарапала твою машину, когда на ней ехал. Он говорит, да, хорошо, моя дорогая, как бы продолжает заниматься своим делом. Потом проходит несколько дней, он подходит к своей машине, говорит, это что такое вообще, ты что? И вы говорите, я же тебе говорила. Он вообще не помнит этого. Понимаете, потому что так устроена его психика. Она очень сфокусирована сильно в одном направлении, и фактически не замечает, что происходит вокруг, даже если он там соглашается, что-то отвечает там и так далее. Или он, допустим, чем-то занят, вы ему говорите, вынеси ведро. Он может отметить, что надо вынести ведро, но свою волю он туда не включил, это значит, что он не сможет вынести и потом забудет. Почему? Потому что мужчине, чтобы вынести ведро, надо следующее, то есть надо, поезд должен остановиться, то есть он едет на полной мощности, поезд должен остановиться, нужно переключить рельсы. И потом поехать выносить ведро, понимать, поезду. Легче, наверное, самой вынести, пусть поезд едет вперед дальше, у него большие дела. Но если мужчина привык выносить ведро, то нет проблем, он это делает параллельно. У женщин, мужчины иногда бывают акции разные. Вот женщины любят разные лекции там, и они все впитывают. У меня жена, допустим, она любит слушать разные лекции, мои она уже давно послушала. Вот. Ну, допустим, она услышала в какой-то лекции, что надо везде выключать свет, потому что это деньги, то есть экономит энергию. То есть свет это энергия, деньги это тоже энергия. Если свет горит лишний, ненужный, значит денег будет меньше. Все. Она заметила, что я не выключаю свет в ванной. Я, кстати, не знал об этом. Жена, я не знал, что жена все время за мной выключает. Я думал, что я сам выключаю. И дальше пошел процесс. То есть она по моим лекциям, все как положено. Мой дорогой, надо выключать свет в ванной. Я говорю, да, хорошо. Вот. Прошло несколько недель. То есть она мне говорит, мой дорогой, иди теперь выключай свет в ванной. Так как она уже много раз мне говорила, я уже понимаю, что надо идти, потому что уже много раз было сказано. Я шел, выключал свет в ванной. Потом дальше произошло следующее. Я вышел из ванной и пошел на кухню. И в этот момент я понял, что я не выключил свет. Потому что на кухне была жена, и я уже знал, что она скажет. Я вернулся в ванну, выключил свет. И так продолжалось еще несколько недель. А потом я понял, что я не выключил свет в ванной. Вернулся, и свет был выключен. Я спросил жену, ты выключила? Она сказала, нет. Это оказывается, я сам выключил, но уже этого не помнил. И после этого я всегда выключал свет в ванной, но об этом уже не помнил. Таким образом формируется в мужчины привычка. Понимаете, он это делает на автомате. И все равно, он до этого не помнил, не выключал. Теперь не помнит, выключает. Если вы захотите, чтобы мужчина помнил о свете в ванной, то это безумная идея. Потому что у мужчины другие дела в жизни. Понимаете, ему не до этого. Понятно, женщину усвоили? Вот женщина, когда идет, она все видит вокруг. Что происходит, то, что делает. И она знает, куда она пойдет дальше, что сделает. Мужчина из точки А видит только точку Б. Вот, допустим, он пришел, ему надо в свою комнату идти. Вот он видит свою комнату, а по дороге он ничего не замечает. У него совсем по-другому работает психика, понимаете? Не как у женщины. Продолжение следует...